Скворец. Скворец обыкновенный. Птица-скворец считается одним из лучших имитаторов всевозможных звуков. По некоторым сведениям, скворцы способны имитировать кошачье мяуканье, что является совсем маленькой крупинкой, представляющей возможности парадийного дара птицы. Скворцы имеют некоторое сходство с черными дроздами, поскольку имеют практически одинаковые размеры, а также окрас клюва и оперения. Скворца можно легко отличить от дрозда, несмотря на некоторые сходства. По его короткому хвосту, по наличию большого количества светлых крапинок, разбросанных по его оперению, а также умение ловко бегать по поверхности земли, в то время как дрозды перемещаются с помощью прыжков. С наступлением весны светлые крапинки больше выделяются у самок, но с наступлением осени этот признак нивелируется. Клюв длинный и острый, но в разумных пределах, при этом слегка изогнутый вниз. В брачный период он приобретает желтый окрас, а другие периоды практически черный. До наступления полового созревания у молодых скворцов цвет клюва буро-черный. Молодых птиц также выдают окрас оперения, который характеризуется бурыми оттенками, без наличия характерного глянца. Крылья с особой закругленностью, а область горла более светлая. Цвет металлического отлива оперения не зависит от наличия пигмента, а связан с особым строением самих перьев. При изменении угла наклона перьев может изменяться и тон отлива, принимая различные оттенки. Эти птицы обитают по всей нашей планете, за исключением территорий Центральной и Южной Америки. При этом человек помог скворцам с обитанием в Новой Зеландии, в Австралии, в Юго-Западной Африке, а также на территории Северной Америки. На территории США пытались несколько раз расселить скворцов, но неудачно, и лишь в 1891 году попытка увенчалась успехом. В Центральном парке Нью-Йорка было выпущено около сотни особей. И хотя часть из них погибла, оставшиеся в живых птиц схватило для того, чтобы они начали активно размножаться, и в результате скворцы захватили весь континент. Обитает практически на всем евроазиатском континенте. Восточные границы ареала обитания скворцов доходят и до озера Байкал, а западные простираются до Зорских островов. Этих птиц даже видели на территории Сибири. Они не встречаются в гористой местности, предпочитая селиться на равнинных участках, а также в условиях оккультурных ландшафтов, таких как сады, парки, присадебные участки. Кворцы в основном имитируют голоса таких птиц, как ивол, гажа, воронки, сойки и дрозды, камышовки, перепела, варакуши, ласточки, петухов и куриц, уток. Что интересно, не только птицы являются объектом подражания для скворцов, поскольку они легко могут воспроизводить звуки, которые издают собаки, кошки, овцы, лягушки и т.д. Достоверно установлено некоторыми учеными-орнитологами, что находясь в условиях живой природы, скворцы живут почти 12 лет. В рацион питания скворцов входят дождевые черви, улитки, личинки различных насекомых, кузнечики, бабочки, гусеницы, симфилы, пауки. От стаи скворцов может быть много вреда, поскольку они осуществляют налеты на полях, где выращивают зерновые культуры. На виноградники, поедая ягоды, на дачные и присадебные участки, поедая как плоды, так и семена многих культурных растений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok